С 7 утра Евгений Дорошкин на посту. Стоит он около драматического театра. По этой дороге родители везут детей в детский сад. Старший инспектор проверяет, правильно ли водители перевозят маленьких пассажиров, сидят ли дети в автокреслах, правильно ли пристегнуты. Для Евгения главное не наказать водителей, которые нарушили правила, а предупредить травмы, которые могут получить дети во время поездки. Наши мероприятия направлены на профилактику, соответственно, самое главное в нашей работе. Ну и, соответственно, при выявлении данного административного нарушения, части статьи 19.29, части 3, то есть нами составляется административный материал, то есть наложение административных штрафов в размере 3000 рублей. По данным Всемирной организации здравоохранения, при использовании автокресла риск гибели ребенка при столкновении снижается минимум на 50%. Риск тяжелых увечий снижается на 17%, а ранений на 15%. В немецком Штутгарде за 5 лет не погибло ни одного ребенка-пассажира. В Израиле малышей не выписывают из роддома, пока родители не предъявят автолюльку. В Сарове ответственных водителей тоже стал гораздо больше. Пока мы снимали этот рейд, Евгений оснащил только одну машину, водитель которой перевозил 6-летнего ребенка без автокресла. Да и в целом, как нам рассказали сотрудники ГИБДД, недобросовестных водителей становится гораздо меньше. ГИБДД напоминает, нельзя перевозить детей на руках. Малыши до 7 лет должны ездить только в автолюльке или автокресле. Детей, которым исполнилось 7 лет, можно перевозить на заднем сидении легкового автомобиля и в кабине грузового без использования автокресел. Достаточно их пристегнуть штатным ремнем безопасности. На переднем сидении легкового автомобиля обязательно использование автокресла до достижения ребенком 12-летнего возраста. После 12 лет на перевозку детей распространяются те же правила, что и на перевозку взрослых пассажиров.